В рамках реализации 30-го шага плана нации по исполнению пяти институциональных реформ в этом году проходило становление местной полицейской службы, которая функционирует с начала года. Цель создания такой структуры – обеспечить прозрачность деятельности полиции через сотрудничество с местными исполнительными органами. И в соответствии с законом, начальник местной полиции раз в год должен отчитываться перед населением о проделанной работе. О том, каким выдался год для органов правопорядка, рассказала и заместитель Каната Алиева. Скажем так, первый год немножко был сложным. Сами знаете, события июньские дали о себе знать, поэтому был напряженный очень год. Но в настоящее время стабилизировалась обстановка благодаря усилиям как сотрудников органов, так и других правоохранительных спецорганов. В принципе, это основное, чтобы у нас было спокойствие в городе. Это основной момент. На мероприятие были приглашены жители города и области, руководители областных управлений. На отчетной встрече полковник полиции в своем выступлении охватил основные направления деятельности своего подразделения и поделился с гражданами информацией о проделанной работе. А также отметил, что на предстоящий год уже разрабатывается комплексный план мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений. На решение проблем теперь будут ставить реальные сроки не до конца года, а поквартально рассматривать результаты по преодолению тех или иных проблем. Так, в текущем году на 8% сократилось количество совершенных преступлений, в том числе совершенных в общественных местах. То есть те преступления, которые профилактируются наружными службами. На улицах на 1,3, в абсолютных цифрах это с 4276 до 4 тысяч преступлений. При этом, благодаря принимаемым мерам, значительно сократилось количество уличных преступлений, влияющих на криминогенную ситуацию. Это грабежи на 12,4% и хулиганство на 43,3%. В целом, подводя итог своего выступления, Канат Алиев отметил, что есть как проблемы, так и упущения в организации работы. Но главное, что у органов правопорядка есть желание и потенциал для эффективного исправления всех нарушений. Кристина Вейц, Алексей Уразов, программа «Факт».